Добрый день, уважаемые друзья, подписчики и все зрители. Еще нашел интересные, так сказать, пчеловодные статьи для нашего с вами возраста пчеловодного, чтобы мы правильно разводили пчел, легче нам было управлять и иметь достаток. Журнал 63-го года, номер 3, пчеловодство бывшего Советского Союза. Есть такая статья, называется «Что такое рой?». На практике и в литературе нередко употребляют выражение «семья отпустила рой». При этом рой считается приплодом семьи, то есть семья как бы основной источник, а рой как бы отводок. Верно ли это? Нет, неверно. Ведь с роем из семьи улетает старая матка и большая часть старых пчел. Поэтому правильнее говорить, не семья отпустила рой, а семья отроилась. Обычно пчеловод оставляет учетный номер на прежнем улее, а рою присваивает новый. Этим он запутывает учет происхождения матки показателями до сбора и особенностей семьи. Давайте подумаем и разберемся. Из семьи вышел рой. «Его посадили в отдельный улей, а молодые пчелы и расплод с маточником остались в прежнем улее. Какая же семья будет материнская? Оставшиеся в улье или же рой со старой маткой и старшей пчелой? И молодой. Материнской семьей здесь будет сам рой, а не молодые пчелы с расплодом и маточником, которых называют семьей отпустившей рой. Они ведь еще молодые, и этот термин, безусловно, не соответствует тому значению, которое в него вкладывает. Другое дело, если, скажем, семья отроилась и находится теперь в виде роя, а в прежнем улее остался ее приплод. То есть он предлагает такой вариант, как правильно говорить. Семья отроилась, а улее остался приплод. А в прежнем улее остался ее приплод. Приплод это же по существу и есть отводок. И номер ему присваивать надо новый, а не семье предшественницы. Ну, отчасти он прав, потому что матка-то, которая родоначальница, она продолжает свою работу в другой семье, в раю. А в новом будет новая матка, которая будет продолжать уже после спаривания другое, так сказать, других пчел. Это с одной стороны. А с другой стороны, семья имеет также историческую духовную память. Здесь тоже надо подумать, потому что та семья, которая отпускает каждый год рой, у ней постоянно выводятся матки стабильные, которые поддерживают тот же самый уровень развития в этой семье. То есть, если эта семья была сильная, то она продолжает каждый год делать сильные медоносы. То есть, стабильность поддерживается историческая. То есть, здесь вообще очень серьезный разговор. Ну, я склоняюсь и к этому варианту, что предлагает этот человек Ассадчий. Так, давайте теперь посмотрим немножко вопросов. Поступил вопрос такого порядка, может ли рой вернуться в материнскую семью, в каких случаях это бывает. Роги всегда возвращаются в материнскую семью, ответ, если не находят матки. Пчелы без нее влететь не могут. Прививку роя на ветке дерева можно объяснить только необходимостью точным контактом с маткой. То есть, определить присутствие матки. У меня был такой случай, когда подрезали крылочки матки у моего друга. Я ему помогал. Говорит, ну что б рои не вылетали. Подрезали. Звонит мне. Рой все равно вышел. Ты неправду сказал. Я приехал к нему. Смотрю, рой вышел. Полетал, полетал, как он сказал. И вернулся назад. Я говорю, ну раз он вернулся назад, давай поищем матку перед летком. Потому что она не могла улететь. У нее крылочка подрезанная была. Наклонились, стали смотреть, нашли матку. Она выпрыгнула и упала. Вот матка. Она не смогла полететь. В таких случаях рой делает возврат. И они ждут выхода первой матки с маточника. И в таких случаях рой будет уже называться первак на естественную матку, которая не оплодотворенная, не спаренная. На молодую матку этот первак. Он также будет иметь вес до 4-5 килограммов пчелы. То есть половина семьи с ним пойдет. И только уже не на старую матку. Таким образом, часто пчелы избавляются от старых маток, которые не смогут полететь на роение. То есть они пытаются вылететь на роение. Матка старая пропала. У них заложено несколько маточников на роение. Они выходят тогда уже с молодой маткой. Таким образом продолжается рот. Дальше читаем. Старые же матки не всегда способны летать. Часто они имеют обтрепанные или поврежденные крылья. Выскакивая из уля с роем, они падают в траву и теряются. Пчелы в таком случае, полетав в воздухе, делают несколько попыток собраться, но не обнаруживают матки. Снова разлетаются. В конечном счете пчелы возвращаются в материнскую семью. И с нее снова должен выйти рой, как только выйдет первая молодая матка. Ну что здесь так и написано. Далее читаем. Еще интересный вопрос. Из одной семьи, заложившей свящевые маточники, пять раз вылетал рой и каждый раз возвращался обратно. При этом зобики у пчел, вылетавших с роем, как были пустые. Почему семья делала так много попыток отпустить рой и все же не отроилась? Ответ. Вы наблюдали не выход натурального роя, а вылет пчел вслед за молодой маткой, вылетавшей на облет испаривания. Пчелы заложили маточники 22 мая. Следовательно, 3-4 июня вывелись молодые матки. Если бы семья роилась, то рой вышел бы именно в эти дни. Вы же пишите, что первый раз рой вышел 13 июня, то есть через 9-10 дней после выхода матки из маточников. В это время они обычно влетают на спаривание. Такое сопровождение матки в виде роя наблюдается часто в тех случаях, когда в гнезде не бывает расплода, а в природе нет значительного взятка. Вылетый пчел в виде роя препятствует спариванию матки, что и вызывается многократным повторным вылетом, иногда по два раза в день. Вылетевшая матка возвращается в улей, а следом за ней возвращаются и пчелы. Вот такие вот казусы. Кое-кто, может, не знал. Вот такие казусы бывают в случае. Мы должны знать. Еще прочитаем. Вопрос. Я хочу получать семьи помеси. Что лучше выписывать из питомника? Неплодных маток или плодных? Ну, это относится к любым маткам, которые вы хотите выписать. Не только семи помеси. Целесообразнее выписывать из питомников плодных маток. Опыт показал, что выписывать неплодных маток нерационально. Во-первых, маток недельного возраста и старшие пчелы очень плохо принимают. Неплодных имеется в виду. Во-вторых, молодые матки первую неделю жизни, когда у них еще продолжается развитие яичников, проводят в клеточках, где у них нет условий для полноценного развития. Температура 34-35 градусов, корма соответствующего качества полноценного ухода со стороны пчел. То есть, должна быть такая температура. А, как правило, уже температура падает до 20 градусов и прочее. В результате часть таких маток погибает, а остальные редко дают хорошие семьи. Целесообразнее выписать 2-3 плодные матки, чтобы затем в нужные сроки и при благоприятных условиях вывести маток дочерей и сразу же подсадить семьи и отводки. Вот такая вот небольшая информация, друзья. Хочу еще поделиться небольшой информацией. Сегодня я прочитаю те растения, которые особенно хорошо развиваются в наших местностях и в ваших. И что именно подмечено в одном видео на средства от укусов и как приготовляют валидол. Это мята перечная эфироносная многолетняя растение из семейства губоцветных. Ну, это мята, вы знаете, она тоже является медоносом, но она является еще и лекарственным растением. Имеется много сортов мяты, из них наиболее распространенные, и тут написано номер 541, Прилукская 6, Прилукская 324, возделанная в Украине, Северном Кавказе, в центрально-черноземных областях Белорусской ССР. Цветет мята в июле-агусте и в это время посещается большим количеством пчел. Размножают мяту корневищами, сажают ее весной, используя куски корневищ со старых плантаций на низинных плодородных почвах. Она может возделываться и на заливных участках с кратковременным затоплением. Медицинским товарным сырьем является лист и травы мятой, из которых добывается ментол, идущий на изготовление валидола и других лечебных средств. Кроме того, листья мяты используются для приготовления отваров, настоев и так далее. И еще одна интересная информация. Я уже говорил об этом растении, оно весьма полезное. Растет до самой поздной осени. Небольшая статейка, очень маленькая. То есть я ее для того зачитываю, чтобы люди знали, где можно достать. Мне говорят, ты прочитал? Прочитал. А где достать? Не знаем. Так вот я зачитываю, где растет это растение. Многолетнее травянистое растение из семейства толстянковых. Отчиток или молотилов в народе говорят. Низкостелющая трава с сидячими листьями и желтыми цветками, которые распускаются в июне-июле, распространено в европейской части СССР, западной Сибири и на Кавказе. Успешно растет на песчаных, каменистых, малоплодородных почвах, хорошо прогреваемым солнцем. Весьма охотно посещается пчелами, собирающими с этого растения обильный взяток. Размножать отчиток можно делением корневищ, черенкованием и посевом семян. Удобнее всего первый способ это деление корневищ. Ну и остальные работают тоже, но немножко хуже. В народной медицине и гемопатии чуток применяют как средство против геморроя. Вот такое небольшое видео для вас, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. Сверху белый кружочек, туда можно кликнуть. Подобные видео могут покрутить барашком на мышке, увидеть какие видео нравятся вам, не нравятся во время просмотра этого видео. Также удачи вам. Снизу колокольчик, если хотите, чтобы видео новые, которые я буду выпускать в дальнейшем, YouTube автоматически будет вам присылать информацию, что поступило новое видео, нажмите на колокольчик, и вы будете иметь постоянную информацию, чтобы вам не находиться в поиске. До встречи, до свидания. Не забывайте написать комментарий и сказать спасибо. Я буду очень благодарен вам. Продолжение следует...